МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Свадьбы не будет, как ковидные ограничения сказались на проведении церемонии бракосочетания. На благо общества три саровских НКО получат до 600 тысяч рублей на реализацию социальных проектов. На страже дорог 3 июля сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник. Далее расскажем во всем подробно. Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам регистрировать акты гражданского состояния в любых ЗАГС. Ранее родители могли регистрировать родившегося ребенка только по месту его рождения или по месту своего жительства, усыновленного по месту вынесения решения суда или месту жительства. А расторгнуть брак можно было исключительно там, где его заключали. Теперь все эти процедуры станут проще. Также, согласно закону, субъекты РФ получили полномочия по определению порядка заключения брака в торжественной обстановке. А Минздрав в России будут передавать все сведения из реестра ЗАГС о государственной регистрации рождения и смерти. В отделе ЗАГС нашего города представили статистику за 6 месяцев этого года и рассказали, как повлияли ковидные ограничения на проведение церемонии бракосочетания, сколько пар решили пожениться или развестись, а также сколько родилось малышей, какие имена чаще всего выбирают для новорожденных. Пандемия внесла коррективы и в процедуру бракосочетания. Для проведения торжественной церемонии все ее участники должны предоставить в отделение ЗАГСа сертификат о прививке, тест на антитела, либо ПЦР-тест. Около 20 пар уже подготовили все документы для регистрации свадьбы по новым требованиям. Но все больше саровских пар дату бракосочетания переносят. Кто хочет играть в свадьбу, несколько пар уже перенесли на сентябрь, на октябрь. Кто-то даже перенес на 22-й год. Что будет там, не знаем. За первое полугодие браков заключили больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Семьи создали в Сарове 157 пар. Все чаще саровские пары решаются завести второго, третьего и даже четвертого малыша. Таких детей на 26% больше, чем первенцев. 350 новорожденных нами было зарегистрировано. Из них 194 мальчика и 156 девочек. Из 194 мальчиков имя Александр родителями было дано уже в 20 семьях. То есть это большой показатель. Имя Саша не теряет в Сарове лидирующих позиций уже два года. На втором месте Михаил. Это имя дали 12 мальчикам. Замыкают тройку Тимофей и Кирилл. В 10 семьях девочек называли Софьей, Ксенией и Викторией. Четырех новорожденных саровчанок назвали именем Алиса. Очень приятно, что за этот же период стали родители давать имена своим деткам. Такие вот старинно русские. Савва, Лука, Григорий, Петр, Павел. Люди просто активизировались именно с такими красивыми русскими именами. Малышей называли такими редкими именами, как Матильда, Юстина, Айза и Лария. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией, будут получать персональные приглашения для прохождения углубленной диспансеризации. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Программа диспансеризации включает перечень обследований с учетом осложнений, которые возникают после коронавирусной инфекции. В том числе и обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Исследование свертываемости крови. По словам министра, число осложнений после COVID-19 два раза выше, чем после гриппа. Приглашения переболевшим коронавирусом на медицинский осмотр начнут отправлять после того, как система здравоохранения выдохнет от потока пациентов, отметил министра. Тем временем заболеваемость COVID-19 в нашей стране продолжает расти. За последние сутки выявили 24 353 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число переболевших превысило 5,5 миллионов. В Нижегородской области за сутки выявили 448 заболевших. Всего переболели 126 894 человека. В Сарове с начала пандемии зарегистрировали 16 296 случаев COVID-19. 15 948 человек выздоровели. 38 госпитализированы в КБ-50. Из них двое в тяжелом состоянии. 33 в средней степени тяжести, 3 в легкой степени. На карантине находится 79 горожан. С начала наблюдения в городе от COVID-19 умер 131 человек. Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировали 4 препарата от коронавируса. Спутник ВИС, Спутник Лайт, Эпивак Корона и Ковивак. Записаться на вакцинацию можно в регистраторе поликлиник или на портале пациента. Молодежный центр и клуб молодой семьи приглашают саровчан принять участие в акции «Ко дню семьи, любви и верности». До 8 июля нужно записать видео с поздравлением своим родным, близким и любимым и выложить на своих страницах ВКонтакте под хэштегом «Моим любимым Саров». Итоги подведут 8 июля. Победителем акции станет семья, видео которое получит наибольшее количество положительных откликов. На время проведения акции страница ВКонтакте участника должна быть открыта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов. В этом году на конкурс поступило 374 заявки со всей страны. Победителей 34. Среди них три проекта саровчан. Информационно-просветительский проект библиотеки Пушкина «Просто о сложном жизнь в стиле эко». Проект автономной некоммерческой организации «Центр инициатив. Инклюзивная мастерская живое дерево». Проект по охране окружающей среды автономной некоммерческой организации «Подаря жизнь. Мы с тобой одной крови». Реализация проектов победителей начнется с 5 июля и продлится до 1 декабря. С 30 июля по 1 августа в Дивееве состоится волонтерское молодежное служение на памятных мероприятиях, посвященных 30-летию со дня второго обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского. Саровчан старше 18 лет приглашают для оказания помощи в проведении памятных мероприятий. Волонтеров бесплатно обеспечат санитарными принадлежностями, разместят в гостиницах монастыря с трехразовым горячим питанием и доставят на комфортабельных автобусах туда и обратно. Также для добровольцев организуют бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19. Подробности в группе «Православная молодежь Нижегородской епархии» ВКонтакте. Сбор помощи животным городского приемника состоится 8 июля на площади перед памятником Ленину в 19.00. Для четвероногих обитателей приемника всегда нужны влажный и сухой корм, мясное детское пюре, обрезь, рубец, курица, ветеринарные препараты, когтеточки, пластиковые переноски, резиновые игрушки для котят и щенков, древесный наполнитель. Для ухода за животными нужны бытовая химия, дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки. Также все это можно принести сразу в приемник по адресу улица Зернова, 24А, телефон 8-987-399-3650. По данным Верхневолжского УГМС, к концу недели в Нижегородскую область снова придет жаркая погода. В дневные часы столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов. Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует горожанам избегать воздействия прямых солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор и пить достаточное количество воды. Нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях. Также главное управление МЧС напоминает, что на территории региона действует особый противопожарный режим. В Сарове с 22 июня действует запрет на посещение лесов. 14 пешеходов и 4 водителей оштрафовали сотрудники ГИБДД на дорогах нашего города в рамках информационно-профилактической акции «Пешеход на переход». Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Любители электросамокатов снова стали участниками ДТП. На перекрестке улиц Курчатова и Московской водитель двухколесного средства передвижения пренебрег всеми правилами дорожного движения и решил переехать дорогу на красный сигнал светофора. Движущийся на свой зеленый водитель автомобиля «Оперс Зафира» не успел среагировать и сбил самокатчика. В результате ДТП пешеход получил телесное напряжение в виде ушибленной раны, ссадина правого полетоплеча, правая гольня, тупой травмы живота, подкапсульную гематому печени и гостализирован в хирургическое отделение ГБ-50. Еще один саровчанин пострадал в результате наезда. Во дворе дома 9 по улице Кубышева неустановленный автомобиль сбил пешехода и сразу же скрылся с места ДТП. Личность водителя устанавливают. В результате ДТП пешеход получил телесное напряжение, ушиб левого коленного сустава, после осмотра врачом был отпущен домой. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. На прошедшей неделе на дорогах нашего города прошла информационно-профилактическая акция «Пешеход на переход», направленная на снижение числа наездов на пешеходов. В результате акции сотрудники ГБДД оштрафовали 14 пешеходов и 4 водителей. Три дня работали с пешеходами, с водителями, которые не пропускали пешеходов на пешеходных переходах. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 148 нарушений ПДД. В этом году в нашей стране отмечают 85 лет со дня образования Госавтоинспекции МВД России. В честь праздника в Саровском отделении ГБДД состоялось торжественное награждение сотрудников, которые в течение года добросовестно следили за порядком на дорогах нашего города. Благодаря вам мы сохраняем порядок в зоне вашей ответственности. Это очень важно. В городе почти 100 тысяч населения. И, как говорится, та работа, которую вы проводите с населением, та работа, которую вы проводите в городе, позволяет нам сохранять тот элемент спокойствия, тот элемент надежности, которым Саров всегда славился. На сегодняшний день в распоряжении Госавтоинспекции современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации правонарушений. Инспектор проводит различные акции, направленные на повышение правосознания участников дорожного движения. Зимой и летом без выходных и праздников они стоят на страже дорог. Сотрудники ГБДД ловят нарушителей и следят за соблюдением правил дорожного движения. Одними из первых приходят на помощь пострадавшим в ДТП. Работа в Госавтоинспекции требует знаний, умений и навыков, выдержки, мужества и отваги. О том, как проходят трудовые будни стражей порядка на дорогах нашего города, расскажем далее. По стопам отца, папа Михаила Кондрахина 30 лет проработал в дежурной части Сарова на Советской 1. Пример преданности своим принципам, долгу всегда был у меня перед глазами, признается мужчина. В Госавтоинспекции он служит уже 22 года, 20 из которых проработал в должности инструктора ДПС. По малозначительности и, скажем так, неопасности, совершенного водителем правонарушения, его можно, скажем так, в простонародье пожурить. Предпредить, чтобы в дальнейшем такого не было, не допускал. Если это уже грубое нарушение, соответственно, малозначительности это не обойдется. Это в обязательном порядке протокол. Там уже зависит от того, что он совершил. Число нарушителей, по его мнению, в последние годы возросло по сравнению с нулевыми. Возможно, это объясняется тем, что транспорта в те годы на улицах города было гораздо меньше. Вот уже полтора года Михаил Владимирович занимается федеральным государственным надзором в области безопасности дорожного движения. То есть, все, что связано с эксплуатацией транспортных средств, исправность транспортных средств, правильность перевозок пассажиров, грузов, багажа, с недавнего времени проведение технического осмотра, в котором мы сейчас участвуем, это непосредственно наше участие при проведении технического осмотра автобусов. Рабочий день Михаила начинается с планерки. Если срочник задач на этот день не намечается, то он занимается текущими вопросами, например, ведением административных материалов. В определенные дни сотрудники госавтоинспекции проводят операцию по проверке транспорта. Исправность машин помогают определить специальные приборы. Люфтометр осуществляет замеры люфтов в рулевом управлении. В случае недопустимого, это является нарушением, составляется административный материал на водителя. И уже в зависимости в дальнейшем, кому принадлежит эта автомашина, либо это физическое лицо, это ограничится, при лечении к ответственности только водителя. Если это транспортное средство предприятия, юридическое лицо, либо индивидуальное предприниматель, будет проводиться проверка. В новой должности Михаил осваивается не так давно, но уже свободно знают многие ее нюансы. На вопрос о том, планирует ли он прослужить столько же, сколько и его отец, мужчина скромно отвечает, работаю, пока есть силы. В странах Евросоюза запретили продавать одноразовую пластиковую посуду, соломинки для напитков, ватные палочки. В список включили и одноразовые контейнеры для еды, изготовленные из пенопласта. По словам вице-премьера Виктория Абрамченко, в России также планирует запретить производство и использование материалов, которые нельзя переработать. Как к этой инициативе относятся саровчане, расскажем в следующем репортаже. Одноразовая посуда, пакеты, упаковки, бутылки и различные емкости. Самые распространенные виды пластикового мусора, который мы производим каждый день. По данным экологов ООН, пластик разлагается около 200 лет. Одноразовый мусор засоряет берега и забивается в канализационные системы городов. Примерно 800 видов животных находятся на грани исчезновения из-за отравления пластиком. Спросим у саровчан, готовы ли они отказаться от использования одноразового пластика. Ну, сейчас слышно все везде, что это все вредно, пакеты вредные. Ну, а так вообще удобно, конечно. Поэтому, не знаю, навряд ли откажутся сразу так. В принципе, я думаю, да, просто, наверное, сложность в том, что придется постоянно носить с собой какую-то сумку дополнительную, которую можно забыть. И вот придешь в магазин, придется все-таки купить пакет тогда. Ну, это понятное дело. Конечно, все зависит от менталитета наших россиян. Но отказываться от такого, ну, не знаю. Ну, я нет. Сумка, смотрите, какая. То есть, как бы не пластиковая максимально. Стараемся уйти от этого. Мы выяснили, что большинство саровчан готовы отказаться от пластиковых изделий в пользу защиты окружающей среды и своего здоровья. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии Рапутла Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин